Как это часто бывает? В 1821 году. Они полезны в качестве демонстрационных устройств, но этого недостаточно, чтобы признать их как нечто похожее на современный электрический двигатель. Этот двигатель был изготовлен из металлической проволоки, опущенной в чашку с артутью. На дне чаши был постоянный магнит. В левой чашке магнит был прикреплен к основанию винтом с левой резьбой и свободно передвигался, в то время как металлическая проволока была неподвижна. На правой стороне магнит был неподвижен и приостанавливал движение проволоки. Когда ток от гальванического элемента подводился к проводам, схема начиналась через туть, хороший проводник электричества получает питание, и в результате ток, протекающий через проволоку, производит магнитное поле. Электромагнитное поле взаимодействует с магнитным полем постоянного магнита, вызывая вращение магнита слева или проволоки справа. Таким образом, впервые было осуществлено превращение электрической энергии в механическое движение. В нашем случае нет чашки с артутью, но зато есть гораздо более мощные магниты, чем были у Фарадея. В результате катушка из проволоки размещается на конструкции из трех мощных постоянных неодимбуржелезных магнитов и батарейки. В результате в качестве статора служат магниты, частью которых является батарея, а в качестве ротора у нас служит катушка. Первый вариант. И второй вариант. Такой же электродвигатель по образцу двигателя Фарадея сможете построить и вы сами.